Учитывая, что в наше время, когда что-либо происходит, в первую очередь записи появляются с видеорегистраторов, этот прибор становится очень популярным. Даже когда в Челябинске упал метеорит, записи были в основном именно с видеорегистраторов автомобилей, которые просто проезжали мимо. Я тоже недавно задумался о покупке такого гаджета и начал его выбирать. Я посмотрел много моделей и одну из них я решил с вами поделиться. Я раздобыл ее, попробовал и хочу рассказать о ней в этом видеообзоре. Особенно приятно, что производитель этого видеорегистратора хорошо себя зарекомендовал и является известным именем на рынке подобных аксессуаров. Чтобы окончательно определиться с видеорегистратором, который я хочу купить, я обратился к нашим друзьям из магазина LaMobile. Мы часто берем у них гаджеты для обзора и покупаем их для себя, потому что у них очень привлекательные цены. И что приятно, тот регистратор, который я взял, является новинкой и вообще мало где он есть, а у них он есть и при этом в очень неплохой комплектации и за вполне вменяемые деньги. Регистратор продается в красивой белой коробке, на которой ярко выделены 4К. Это является одной из ключевых особенностей устройства. Качество записи видеорегистратора очень важно для того, чтобы можно было разглядеть объекты и номера других автомобилей. Разрешение 4К сделает картинку намного более четкой. При этом речь идет о честном 4К, а не об интерполяции. То есть не о тех ситуациях, когда видео просто растягивается, снимаясь изначально в Full HD или даже в более маленьком разрешении, а потом просто растягивается до 4К. Нет, здесь не так. Здесь честное 4К. Действительно настоящее разрешение. Ну а если вы переживаете по поводу того, что у вас на карте памяти не хватит места или придется покупать очень большую карту памяти, то здесь все как во всех видеорегистраторах. Видео пишется циклически. То есть когда надо записать новый фрагмент и места не хватает, удаляются предыдущие куски из где-то там, из прошлого, из старых видео, которые вам уже не нужны. Комплект поставки включает в себя все самое необходимое. Сам видеорегистратор, площадку для крепления на стекло, запасную клейкую основу, кабель для подключения по USB, адаптер с USB на гнездо прикуривателя, две антистатические пленки на стекло, лопатку для поддевания обивки салона, чтобы спрятать провод и руководство пользователя. Отдельно хочется отметить адаптер питания. В нем целых два USB порта. То есть вы можете подключить туда свой регистратор, а заодно заряжать смартфон, подключить навигатор, подключить радар-детектор и другие устройства, которые есть у вас в автомобиле. Ну и поскольку это USB, то подключать его можно просто к обычному штатному USB, если он есть у вас в автомобиле. Например, если в ногах задних пассажиров в вашем автомобиле есть USB, вы можете подключить туда регистратор и просто забыть о проводах. Я, например, вообще не люблю провода и даже Apple CarPlay я практически не пользуюсь, потому что ее надо подключать по проводу. И вот для этого такая прокладка будет очень удобной. Тем более длины кабеля хватит. Ну а если вы вообще не хотите никаких проводов в салоне, то есть специальный аксессуар, который позволяет подключиться к штатной проводке автомобиля. Он прокладывается под обивкой, подключается к проводам где-то там внутри в глубине и вы можете забыть о проводах вообще. И он будет включаться автоматически, когда вы включаете зажигание и выключаться, когда вы уходите. Я пока не успел попробовать подключение таким образом, но обязательно это сделаю. Как минимум из-за того, что кабель вызывает уважение. Он выглядит действительно надежным. Во-первых, на нем есть специальный блок, который позволяет обезопасить его. Ну и сам кабель толстый и жилы в нем очень толстые. Что мне больше всего нравится в этом типе видеорегистраторов, это то, какую форму он имеет. Он плоско приклеивается к стеклу, буквально растекаясь по нему. И не нужно вешать какую-то непонятную ерунду на середину стекла, на такой длинной ножке, которая постоянно видна, а главное зачем. Когда можно сделать действительно такой плоский и удобный прибор, который можно даже спрятать за зеркалом, и ты его просто не увидишь до тех пор, пока он не понадобится. Надеюсь, не понадобится. Максимальное качество картинки, которую выдает регистратор, составляет 4К с частотой 30 кадров в секунду. Угол обзора 140 градусов. Этого более чем достаточно, чтобы разглядеть мелкие детали, включая марку автомобиля, вокруг их номера. Именно для этого люди покупают видеорегистратор, и такая детализация будет просто незаменима в сложной ситуации, когда придется что-то доказывать. С этим прибором конфликтных ситуаций будет намного меньше. Качество картинки вы можете посмотреть в приведенном примере. Как видите, все номера читаются даже на достаточно большом расстоянии, и даже если увеличить картинку, контрастности тоже придраться не получится. Даже ночью яркие вывески не перебивают картинку, и она получается очень хорошей. Запись видео производится циклически, то есть когда вам не хватает места, стираются старые фрагменты, которые вам уже не нужны, которые произошли некоторое время назад. То есть получается, вы всегда будете иметь актуальную картинку. Но если вы хотите, чтобы цикл был больше, просто купите более емкую карту памяти. Поддерживаются карты microSD до 128 гигабайт. От себя добавлю, что покупать карту памяти надо хорошую и не экономить на ней. Особенно в таком требовательном приборе, как видеорегистратор, где карта памяти постоянно работает практически на износ. Поэтому не экономьте на этом и купите хорошую карту памяти. И да, карты памяти в комплекте нет. Ну, наверное, это не так плохо, потому что если бы она была, то прибор стоил бы намного дороже. А так практически у всех есть свои карты памяти, да и плюс каждый определится то, что ему нужно, и подберет нужный вариант на свой кошелек в зависимости от объема, который он хочет использовать. В сторону салона обращен большой трехдюймовый экран, который показывает все, что происходит на дороге, а при необходимости позволяет посмотреть запись. При этом на нем же отображается ссылка для скачивания приложения на смартфон, чтобы передавать отснятые видео на него. Экран не сенсорный, но на удобство использования это не влияет, так как под ним есть многофункциональные клавиши, а рядом с ними написано, в какой момент за что они отвечают. Предыдущей моделью этого регистратора была 70MI Smart Dash Cam Pro. Это тоже было хорошее устройство, но у него было минимум три серьезных отличия от новинки. К ним можно отнести меньший размер экрана, более старый сенсор Sony IMX 335 против IMX 415 и меньшее разрешение видео 2560 на 1400 против 3840 на 2160 точек. Так как неприятности могут происходить не только спереди, но и сзади автомобиля, то не лишней будет и камера заднего вида, которая подключается к самому регистратору. При этом видео пишется в отдельную папку, вы потом всегда сможете посмотреть видео из передней и задней камеры и получите такую защиту 360 градусов. Камера, кстати, подключается не только к 70MI A800, но и к умному зеркалу заднего вида 70MI. Я еще продолжу пользоваться этим регистратором и буду искать в нем подводные камни. Если я найду что-то, я обязательно расскажу об этом в наших социальных сетях, в том числе в нашем телеграм-канале. Но пока я понимаю, что регистратор в целом получился очень даже удачным. При этом нет смысла подробно останавливаться на настройках этого устройства, потому что они очень простые, меню полностью русифицировано и есть даже голосовые подсказки на русском языке. Стоит только добавить, что кроме всего перечисленного у него есть встроенный микрофон, встроенный динамик и несколько других полезных функций. Среди них будут динамическое шумоподавление при ночной съемке, система помощи на дороге, автоматическая запись происшествий, возможность работы на стоянке, встроенный GPS, оповещение о съезде навстречку, запись скорости и времени, а также некоторые другие функции. Меня этот регистратор впечатлил и, наверное, я все-таки остановлю свой выбор на нем и буду пользоваться именно им. Но если вы захотите его покупать, я рекомендую делать это в полной комплектации, потому что камера заднего вида все-таки не будет лишней, потому что происшествия случаются и с той, и с другой стороны. Правда, цена этого устройства для кого-то может показаться очень высокой, потому что оно стоит 9450 рублей и купить его, напомню, можно у наших друзей в магазине LaMobile. Но для хорошего видеорегистратора это совсем небольшие деньги. Некоторые модели стоят еще дороже, но качество работы у них будет как минимум не лучше. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, удачной вам дороги, без аварийного вождения и до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok